Клуб редакторов Инмедиа Его статус, я думаю, это позволяет сделать у нас в студии сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов. Александр Валентинович, добрый день. Добрый день. Как ощущения от нашей студии? Вообще радио в жизни вашей какое-то место занимает? Вы слушаете радио? Радио, безусловно, для меня понятная история, поскольку я достаточно много в своей биографии занимался публичной деятельностью, и на многих радиостанциях, безусловно, был. То есть опыт есть, опыт положительный. Драйв прямого эфира, я думаю, вы его сегодня почувствуете, очень интересная штука. Ну, а теперь давайте познакомимся с командой, с которой вы будете общаться. Роман Данилин, генеральный директор группы компании Инмедиа, автор популярного телеграм-канала Personal Opinion. Добрый день. Добрый день, да. Артём Подпругин, главный редактор нашего холдинга, группы компании, главный редактор портала Источник Онлайн. Добрый день. Единственная представительница прекрасного пола сегодня с нами в прямом эфире. Анастасия Белова, главный редактор газеты Бизнес Новости в Кирове и портала bnkirov.ru. Добрый день, Настя. И Антон Погодин, главный редактор информационного портала Первый Источник. Добрый день. Кстати, хочу сразу замечание сделать. И Антон, и я, между прочим, по образованию учителя истории. А, коллеги. Да. У нас назрел вопрос, кстати, накануне. На троих? Да. Как учителю истории добиться того, чтобы стать губернатором? И нужно ли вообще к этому стремиться? Ну, вы знаете, если посмотреть губернаторский корпус и образование, и вообще людей, которые работают в сфере управления, историков очень много. Потому что история, та наука, которая дает представление о том, каким образом строится государство, управление, и фактически все уже было. Нужно просто найти правильный пример. Конечно. Ну, надо сказать, что и наша радиостанция Кировград, и газета Бизнес Новости в Кирове, и порталы, первоисточники, и источник онлайн уже много лет работают с наиболее важными общественно-политическими и социально-экономическими вопросами. Мы их освещаем, анализируем, собираем различные точки зрения. И мы рады, что вы, конечно, нашли сегодня возможность пообщаться с нами за одним круглым столом. Потому как, ну, с кем разговаривать на самые важные для региона темы, как не с губернатором. Правда ведь? В сегодняшней повестке у нас три темы. Это кадровая политика, сфера строительства и сфера образования. Распределены они на три блока. В целом наше общение, сразу предупрежу, продлится до 13.30. Ну и начинаем мы с кадрового вопроса. Да? Пожалуйста. Александр Валентинович, в последнее время подводят такое некое резюме о команде, которая сложилась в правительстве. Если вашу оценку смотреть по работе зампредов, министерств, крупных областных предприятий, может быть, каких-то крупных кировских мупов, вот на ваш взгляд, кто из них особенно отличается в плане работы, работает отлично, на перспективу, а к кому есть вопросы какие-то? Ну, к кому есть вопросы, те уже не работают. Начнем с этого. Жестко. Я постарался после инаугурации, то есть вступления в должность, достаточно быстро мы в этот же день решили все вопросы по формированию правительства. То есть у нас же не все министры входят в правительство, а только губернатор, вице-губернатор, первые и остальные вице-премьеры и два министра. То есть мы это решили сразу, это был подготовленный экспромт, и мы первое заседание правительства провели на следующий день, в субботу. То есть в пятницу я вступил в должность, в пятницу подписал себе документы, в субботу у нас уже было подписание. С тех пор правительство изменилось, всего лишь выбыл один человек, мы расстались по-хорошему, и я не стал искать нового человека на должность, а просто перераспределил обязанности между другими вице-премьерами, что, как мне кажется, оказалось правильным решением. По министерским позициям у нас они все заняты, вакансий нет. Далее по крупным предприятиям не все так, как хотелось бы. Мы еще находимся в некотором поиске, есть у нас люди, которые исполняют обязанности, смотрим, как они вписываются в общие движения, справляются ли. Но кого-то называть на фоне других сложно, могу сказать, что я что-то могу сказать. Меня, допустим, абсолютно устраивает, как сейчас работает Куприт. То есть мы очень резко поменяли ситуацию, поменяли ее практически революционным способом, хирургическим вмешательством, поставили человека опытного. Поэтому вот этот весь сейчас блок, связанный с обращением с бытовыми отходами, мне кажется, справляется значительно лучше и, надо сказать, сильно дешевле, чем раньше. Какие нюансы тут в первую очередь должны сыграть роль, чтобы министр избавился от приставки ИО? Вы сказали. Есть вопросы, есть замечания. В чем конкретика заключается? Ну, там есть разные истории. Это какие-то личностные характеристики, профессиональные? Ну, смотрите, во-первых, есть юридические даже вопросы, потому что сейчас в связи с тем, что у нас в России есть понятие публичной власти единой, у нас очень много министров, которые согласовываются с федеральными органами, то есть с соответствующим федеральным министерством. То есть губернатор отправляет письмо на федерального министра и, соответственно, получает по этому поводу согласие или несогласие. Значит, и достаточно долго может это продолжаться, до полугода. Ну и когда ты отправляешь письмо, ты берешь на себя ответственность перед федеральным министерством за взаимодействие в этом направлении. То есть для, значит, соответственно, для губернатора тоже дополнительная ответственность. Поэтому завешивать приходится более скрупулезно. Потому что не сделаешь таким, он сегодня одного отправил, а потом что-то случилось, и завтра другого. У нас замена в команде. У нас замена, да. Поэтому присматриваемся, ищем себе ответы на вопросы. Ну, пока вот те люди, которые работают, у меня к ним претензии нет. А в ближайшее время, месяц-два стоит ожидать каких-то назначений, отставок? Назначений хотелось бы. Да, потому что, я говорю, не все позиции еще заняты. И позиции заместителей министров, и, скажем, новое министерство строительства. Там очень много вакансий, не укомплектовано оно очень сильно. По некоторым областным предприятиям, учреждениям требуется усиление. Но пока мы находимся в поиске, потому что не так просто. Особенно на госслужбах. Поскольку медом не намазано. Зарплаты невысокие. Рабочий день ненормированный. Фактически с утра до вечера, без выходных и проходных. У меня все правительство работало, все новогодние праздники, например. У нас выходных не было. Ну, так, я говорил людям о том, что один-два дня с детьми, с семьей провести святое дело. Ну, только вы сразу скажите, когда. И кто вас замещает в этот день. Кому вопросы надо адресовать. Кому какие вопросы адресовать. Потому что то снег, то мороз, то еще что-нибудь. Ну, какую-то временную точку в обозримом будущем ставите перед собой? Нет. Не ставлю. Команда не ставится пока. Ну, потому что, знаете, практика показывает о том, что нет ничего более постоянного, чем изменения. Потому что кто-то меняет свои приоритеты в жизни и уходит. Кто-то, может, начинает не справляться или какие-то делает фатальные ошибки. Никто от этого не застрахован. Вот. И вдруг найдется человек, который решит связать свою судьбу или с государственным управлением, или с работой в госпредприятии. Да, поэтому мы постоянно мониторим эту ситуацию, да, потому что, скажем, почему со стройкой не можем так долго найти и укомплектовать. Потому что все более-менее люди, которые в этом разбираются, работают в хороших местах, в крупных строительных компаниях, значит, Кировской области, где зарплаты принципиально другие. И переманять их на государственную службу крайне сложно. Ну, не секрет, что в Кировской области уже почти 15 лет на руководящих должностях и в Кировской области, и в правительстве, и в городе Кирове находятся люди приглашенные из других, да, городов-специалисты, из других городов приглашенные. Жители Кировой области по-разному, конечно, к этому относятся. Кто-то негативно, да, и закономерный вопрос рождается, мол, что у нас тут своих кадров нет, почему мы не можем своими обойтись. Кто-то нейтрально, безразлично к этому относится. Вы прекрасно знаете, тут какая терминология используется, вот там приезжие и так далее. В вашем понимании, все-таки, какую нужно тут формулу искать, делать ставку именно на приглашенных специалистов, умело их смешивать с местными кадрами, делать ставку на местных. Ваше видение очень интересное. Ну, я сразу-то говорил, когда еще был исполняющими обязанностями, о том, что приоритет, конечно, должен быть местных. Потому что люди все-таки здесь живут долго, знают лучше проблематику и несколько другой уровень ответственности. Потому что люди собираются дальше здесь жить, воспитывать детей, у них здесь родители, репутация. И проколоться у себя на родине – это очень такая неприятная история. Поэтому больше мотивации в этом отношении. Вместе с тем должны быть и люди со стороны, потому что большое видится на расстоянии. И должно быть постоянно такое смешение опыта. Поскольку человек приехал, он работал в другом месте, он, может быть, знает, как эта проблема решается быстро и эффективно. А здесь просто этого пути никогда не видели. Но бывает и обратная история, простите, что перебиваю, потому что у нас не пройдет такое. Но приоритет, приоритет все-таки должен быть местным. Но правильно говорить в вопросе, что ответ звучал, а что нет никого, ну, бывает и нет никого. То есть я сразу сказал, что если будет местный, приоритет местный. Ну, смотрите, у меня приехало очень много местных, которые по разным причинам в разные времена отсюда уезжали. Да, у меня, значит, вице-премьер Михаил Сандалов, который здесь знают, ну, все практически его знают. Вот он поверил, что можно работать, можно как-то делать что-то по-другому. И на мою просьбу, хоть не с первого раза, мы с ним три раза встречались, я его уговаривал. Уговаривали? Я его уговаривал, я его все-таки уговорил. В итоге я его уговорил и считаю, что это прямо очень хорошее приобретение. Мы вернули человека из Перми, значит, министр лесного хозяйства, он раньше с нас работал, потом по каким-то мотивам уехал. Сейчас очень хорошие по его работе были отзывы в Перми, я консультировался и с коллегой, и с Дмитрием Махуниным. Вот, вернули, и я тоже очень доволен от возвращения. Есть такие, например, министр промышленности, Гошкова, он закончил школу, уехал, здесь не появлялся, но откликнулся и приехал. У него мама здесь живет, да, то есть он не прерывал все равно отношения с Кировым. И вот этот дополнительный мотив, показать, что он здесь родился и здесь может что-то сделать, для него очень высокий. Поэтому очень быстро включился в работу и пытается постоянно... У него есть мотивация достижения. Вот, это важно. Но каких-то людей не нашли, и я, соответственно, пригласил коллег, которых знал, безусловно, потому что уровень доверия тоже важен. Поэтому у меня есть в команде ребят, к которым мы знакомы очень давно. Мы с ними работали, когда я был вице-губернатором в Костромской области, и вот несколько человек, соответственно, сюда приехали и работают. Тоже уговаривать пришлось? Да, да. Например, у Бориса Копенкина я два раза уговаривал, да, для секретаря своего. Первый раз он как-то так не очень, а второй раз уже как-то больше получилось. Вот Жерде его пришлось уговаривать, он потому что пришел с более высокой зарплатой. Вот, ну, прям тоже, прям сильно уговаривать пришлось. Ну, ведь еще, наверное, один из факторов, когда приглашают людей из других регионов, это отсутствие аффилированности и каких-то коррупционных связей с различными региональными структурами. Насколько вот этот показатель весом и значим? Ну, вы знаете, я бы даже сказал, здесь не аффилированность, а здесь, знаете, здесь такое понятие к умовству. Ты мне, я тебе. Это же, знаете, это же тоже вид коррупции. Ну, то есть, он вроде как нематериальный, но это тоже коррупционное поведение считается. Да, безусловно, ребята, которые приехали из других регионов, не эти кищены. Там, с кем учился, значит, с кем работал, в детский сад ходил, там, и так далее, или сосед там. Этим не эти кищены, им в этом отношении проще. Ну, вообще, если говорить о коррупции, о коррупционности, здесь же две вещи. Здесь вещь первая о том, что внутренние требования человека к самому себе, как он к этому относится. То есть, где грань, которую он не может перейти. И это закладывается еще в детстве. То есть, папа с мамой это где-то вот туда-куда-то закладывают. А вторая история – это сами условия, то есть, для возможности или невозможности коррупционных действий. То есть, если решение принимается открыто, публично, то здесь вот это вот невзятничество, ни комовство не проходит. То есть, нужно создать сам механизм, потому что там разговоры о том, что надо ужесточить меры наказания. Ну, в Китае смертная казнь. И каждый год около тысячи человек, значит, там высшие меры наказания за коррупцию. И цифры не сильно меняются. Ничему не учат. Ну, а потому что это не это самое, это не является главным. Главное – это процесс принятия решений. Если процесс принятия решений публичен, если к этому привлечены люди, ну, скажем, как мы голосовали в этом году по дорогам. Ну, проголосовали, вот проголосовали, вот дорога. Дорожный миллиард, мы имеем в виду. Кто распределяет это? Вот, все, распределили. Люди проголосовали, вот, значит, результаты голосования, вот протокол. Поэтому, то есть, здесь не чиновник принимает решение, ставит подпись, там, вот на эту дорогу или на эту, вот сюда перебросить или сюда. А почему выбрали эту? Потому что люди проголосовали. Здесь места для коррупции не остается, вот в таком механизме принять решение. А вообще, ну, все мы люди, да, у всех у нас есть определенные бытовые потребности. Вы вообще интересуетесь, а как устроился вообще приезжий специалист? Как у него в семье дела, да? Ведь от этого зависят и рабочие настрои в том числе. Да, конечно. Я вот знаю, где кто живет, каким образом, кто что снимает, там, служебных квартир у нас мало. Потому что в основном люди, которые приехали, не или вот бывшие кировские, им тогда понятно, они к себе приехали. Ну да, вроде как есть, да. А те, кто совсем вот иногородние, вот, они снимают квартиры. Вот, кстати, у нас есть один человек, который по конкурсу. Мы действительно провели конкурс. Я тогда объявил, что будет конкурс на министра спорта и победил, молодой, значит, Сергей Сулейк из Калуги. Значит, приехал сюда с женой, с маленьким ребенком. Значит, снимают квартиру, значит, устроились. Очень, вот, тоже очень хорошо получился выбор. Я поэтому думаю, что в ближайшее время по некоторым позициям, связанным в госпредприятиях, учреждениях, все-таки нужно будет переходить на вариант конкурса. Надо давать возможность. То есть, мы можем, кого не знаем просто-напросто, понимаете? Ведь все равно же идешь по пути каких-то своих представлений о жизни. Кто-то порекомендовал, знаешь, не знаешь человека, да. А может, кто-то есть, который с этим справится совершенно нормально, а мы просто не пытаемся его завоевать, пригласить. Поэтому, я думаю, что по ряду позиций мы в ближайшее время выйдем на конкурсную процедуру. Следующий вопрос, да, Антон? Да, Александр Валентинович, если позволите, перейдем к местным кадрам. В последнее время, особенно в телеграм-сегменте, часто критикуют главу администрации Кирова Вячеслава Симакова. Мол, принял на работу сотрудника, месяц-два прошел, сотрудника нет, уволили, сократили под различными предлогами и так далее. У меня такой вопрос. А вообще, Вячеслав Николаевич с Вами согласовывает какую-то кадровую политику в администрации Кирова? И что думаете о кадровой политике сети-менеджера? Посмотрите. Сразу все слухи, значит, по этому поводу постараюсь прервать. Но поскольку Вячеслава Николаевича Симакова как главу администрации придумал я, и даже есть несколько же способов, каким образом депутаты решают вопрос. То есть, непонятно, голосуют, но кто предлагает. То есть, можно было самым движением, можно было от политических партий и так далее. Можно от губернатора. Я воспользовался своим правом, я предложил Симакова депутатам городской думы, и я об этом не жалею. Мне кажется, Кирову подходит Симаков как мэр, ну вот, по крайней мере, на данном историческом этапе развития. Он такой, знаете, он душевный человек, он близок к людям. Он запросто общается с любым горожанином, ему даже это доставляет, мне кажется, некоторое удовольствие. Вот это такая открытость и простота в общении. Он крайне, так сказать, отдает себя работе. Он же пашет с утра до вечера, я даже не очень понимаю, когда он спит. Вы же как-то писали, да, в телеграм-канале. И вот за это я ему делаю постоянно некоторые замечания, да, потому что важная управленческая функция – это умение делегировать. Вот, но этому надо, в общем, обучаться. То, что вы говорите, как чехарда, ведь давайте это самое по-честному, это всего один человек. Какая чехарда? Он взял на работу Стяжкина, потом уволил с работы Стяжкина. А кого еще-то взял и уволил? Больше никого. Это один единственный пример, из которого недоброжелатели Симакова пытают сделать систему. А дальше у него идет система срабатывания, несрабатывания, с командой, с кем-то он готов работать, с кем-то не готов. Причем, знаете, это правильная история. Вот он хороший работник. Да, хороший работник. А может не сойтись он с начальником, может? Конечно. По каким-то личностным, каким-то представлениям о жизни. Ну, и, значит, по личностным не сошлись, не разошлись. Если человек хороший, его подобрали, как с одним из главных заместителей. Он хороший специалист, его поэтому взяли в областную структуру работать. Никакой трагедии в этом. Абсолютно нет. То, что городскую администрацию сложно найти заместителей, это факт. Потому что, как знаете, это самое... Здесь еще поляна уже, да, получается? Здесь еще уже. Она сильно ответственная и сильно с плохой репутационной историей. С точки зрения рисков наделать каких-либо глупостей и получить за это возмездие. А зарплата там еще меньше, чем в областной администрации, а ответственности не меньше. Поэтому найти людей соответствующие, это непросто. То есть люди приходили, присматривались, пытались это самое, но когда понимали, с чем придется там, с каким видом действий, как, что их ожидает, за очень незначительную заработную плату, то люди отказывались от этой работы. Вот и все. Поэтому, значит, насчет согласования, да, мы согласуем вопросы, связанные с уровнем замов. Я вам скажу больше. Правильно и по этому поводу это не только касается города Кирова. Это касается всех муниципальных образований. По поводу заместителей. Поскольку заместителю по соответствующему направлению придется взаимодействовать с областным правительством. Значит, и уровень квалификации заместителя, скажем, там по ЖКХ, значит, должен соответствующим зампредам областного правительства с министерствами находиться в каком-то общем, понимаете, контакте. Отвечать-то вместе за все это дело. Про Орвалово, как бы там где-нибудь, значит, водоправок. Это же совместное всегда усилие областных и муниципальных служб для того, чтобы устранить. У нас районы все дотационные. То есть, соответственно, им идут средства на содержание инфраструктуры, на образование. Медицина у нас вообще вся областная. Ну, то есть, вот понимаете, да? Поэтому уровень замов, он согласуем. Уровень других сотрудников, да, то есть, это дело администрации. И ему даже туда и вмешиваться никого смысла нет. И его ответственность, соответственно. И это его ответственность. Да, прошу прощения, у нас буквально минута до перерыва небольшого остается. Я думаю, Роман Данилин сейчас успеет озвучить вопрос, да, очередной Александр Валентинович. А уже ответ после рекламы. Александр Валентинович, вопрос ожидаемый. Вы сейчас совмещаете две ставки. Губернатора и регионального премьера, председателя правительства. Есть ли в ваших планах в 2023 году ввести председателя правительства другого человека? Ну, совмещение это для нас не нонсенс. У нас такое у нас, да, было такое в истории. Да, во-первых, хорошо бы, если ставок. Просто обязанности. Да, ставка идет в экономию заработной платы по правительству. Прошу прощения, все-таки прервемся, да, честно, небольшую рекламу. Напоминаем, что это клуб редакторов «Инмедиа». Мы общаемся с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Вернемся через полторы минуты. Клуб редакторов «Инмедиа». В гостях клуба редакторов «Инмедиа» сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов, а ведущая передача сегодня Роман Данилин, гендиректор группы компании «Инмедиа». Артем Подпругин, главный редактор нашей группы компании, главный редактор портала «Источник онлайн» Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове и портала bnkirov.ru, и Антон Погодин, главный редактор информационного портала «Первый источник». Меня зовут Владимир Сметанин. Мы продолжаем. Роман Данилин задал вопрос по поводу совмещения должностей председателя правительства и губернатора. Ну, знаете, по планам, конечно, я хотел бы, чтобы был отдельный председатель правительства, потому что функции губернатора и председателя правительства все-таки разнятся, и одному человеку вести это тяжело. Просто физически, по-человечески тяжело. Ну, вместе с тем, пока, ну, по крайней мере, точно ближайшие полгода останется так, как есть, поскольку мы находимся, страна вся находится в состоянии проведения спецоперации, и приходится все-таки вникать в каждую деталь, и будет премьер, не будет премьер, все равно придется все-равно докручивать до самого конца и всем этим заниматься. Дальше посмотрим, как оно будет. В планах вообще есть, стоит передо мной задача определиться с тем, чтобы был председатель правительства, а я выполнял только задачи, которые поставлены перед губернатором. Подыскиваете уже такого человека? Пока нет. Пока нет. Возвращаясь к вопросу, местный он может быть не местный? Конечно, лучше местный. Лучше местный. Конечно, лучше местный. Александр Валентинович, вопрос, вы сказали, поставлена задача, вы сами перед собой эту задачу? Я сам перед собой ставлю эту задачу. То есть это моя прерогатила, и никто в нее не вмешивается. Переходим к следующей большой теме, которую мы планировали обсудить и будем обсуждать. Это сфера строительства. Много новостей тут в последнее время в этом отношении. Мы прекрасно знаем, что и анонсирована большая программа строительства в нашем регионе. Очень много пунктов, большие действительно планы. Ну и вот сегодня поподробнее хотелось бы поговорить по некоторым из этих нюансов. Пожалуйста, Настя. Давайте я как раз по ней спрошу. Она не только анонсирована, она очень широко обсуждается. Это огромный плюс. Ну, планы, заложенные в проект программы, очень амбициозны. Для того, чтобы их реализовать хотя бы частично, это нужны и кадры, это нужны корректировки в условиях контрактов, авансирование, цены рыночные, переход от аукционов к конкурсам, о чем профессиональное сообщество давно просит. Это необходимо снятие административных барьеров, в частности, в первую очередь при заключении договоров комплексного развития территории. Вот сегодня что из этих, так скажем, препонов, можно сказать, уже решено, уже решаться и точно будет решено, и что, в принципе, наверное, не решить? Ну, Анастасия, отличный вопрос. Знаете почему? Потому что вы попытались мне сразу сформулировать ответ, хотя... Помогли. Они фактически вступили со мной в дискуссию. Вот, потому что то, что вы сказали по поводу аукционов и конкурсов, например, там, или каких-то других позиций, которые вы обозначили, неочевидно. Вот совсем неочевидно. Я считаю, что те механизмы, которые сейчас существуют, если их выполнять по букве и духу закона, абсолютно достаточно, и менять ничего не нужно. Дело в том, что просто не надо, как говорит один мой знакомый, заводить рак из-за камень. Ну, с теми же вопросами по КРТ. Мы же разобрались по этому поводу со всем строительным сообществом, пришли к общему знаменателю. Потому что общий знаменатель прост. это экономическая возможность. То есть, если строится, условно говоря, 50 тысяч квадратных метров жилья, а мы на них собираемся вменить в обязанность застройщику школу, два детских сада и, там, не знаю, дорогу, и все это вместе стоит 5 миллиардов рублей, вот разделите это на 50 тысяч квадратных метров, которые собираются. Стоится, и какая у них будет стоимость. А можно это, в принципе, или нельзя? Или это сделано на специально таких условиях, чтобы не дать строить этому строителю, а дать строить другому строителю? Вот в чем вопрос-то заключается. Мы это все проанализировали, посмотрели. И должна быть разумная нагрузка. То есть, мы понимаем, сколько себестоимость квадратного метра. Понимаем. И мы проконсультировались со всеми строителями. И каждый нарисовал смету, показал нам то, сколько чего, независимо друг от друга. Мы бы обратились к иногородним и федеральным экспертам. Они тоже показали, посмотрели. Мы понимаем, сколько себестоимость квадратного метра. Мы понимаем, что цена квадратного метра важная вещь в ощущении социального самочувствия людей. То есть, доступность к приобретению жилья – это важная составляющая для человека. И кроме этого, знаете, для чего очень важно? Если есть завышенная стоимость квадратного метра в каком-либо регионе, то это повод для того, чтобы уехать из него. Потому что ты можешь продать квартиру, купить дешевле в другом регионе, и у тебя еще останется. То есть, это провоцирует отъезд. Высокая стоимость квадратного метра провоцирует отъезд. Поэтому нам нужно, мы договорились, что нам нужно примерно держать вот такую-то стоимость квадратного метра. А в связи с сайтом на КРТ можно давать в обязанности строителю вот это, вот это и вот это. А вот это уже не входит. Это уже не влезает. И здесь давайте искать какие-то другие механизмы. Где-то будем строить за бюджетный счет. Там школы, детские сады, дороги, коммуникации. Ну, скажем, мы договорились сейчас с Т-плюс. Приезжал, значит, Вагнер. И мы договорились, что в определенную часть нового где мы будем разрабатывать новые земли для строительства жилья будет от определенной тест проложенную коммуникацию. Это насколько снижает квадратный метр? Мы там примерно посчитали на 12 рублей. Труба туда придет не за счет строителя. И это 12 рублей на квадратный метр не дает дополнительных расходов. Мы смотрим там, так, детские сады строители будут строить. Значит, это самое, медицинский пункт, значит, будут строить строители здесь. Здесь вот такую-то дорогу они будут строить. А вот это государство будет брать на себя. Где-то бюджетными способами, а где-то кредитными вариантами. Скажем, сейчас же есть очень хороший вариант. И об этом говорил президент в своем послании. Он говорил больше о кредитном жилье, но есть же кредитные такие же механизмы и по социальным объектам. Тот же Дом РФ готов давать, в общем, по 3-4% на 15 лет по строительству социальных объектов. Есть консессионные соглашения. В Нижнем Новгороде недавно показывали на всю страну красивущую школу за 7 миллиардов рублей открыли. Вы что думаете, бюджетные деньги? Это консессия. Это консессия частников, которые, значит, ложили деньги. И вот таким образом, значит, это самое работает. И мы по такому же пути будем искать варианты. Поэтому все механизмы постройки, они есть. Не хватает людей, это точно. И не хватает правильной системы организации. Мы с Алексеем Жердевым ездили в Казань специально. Попросили, значит, коллег, чтобы они нам показали, как устроена строительная отрасль в Татарстане. Мы буквально 4 часа просто сидели со всем членами правительства под ведомственными учреждениями. Татарстан, они нам показывали, рассказывали, как у них все устроено. Дорого. Ну, с точки зрения управления, но эффективно. Вот мы сейчас посчитали. То есть мы, конечно... Какие-то будете нюансы перенимать? Ну, вот примерно такую схему будем делать. То есть единый заказчик по строительству. Чтобы, понимаешь, не министерство образования строило. Ну, там нет специалистов по стройке. Там люди, педагоги. Пусть министерство строительства, пусть УКС областной будет заказчиком по стройке. Они в этом понимают. Они знают марки бетона, там это самое, сейчас отделочные материалы. Вот они этим и занимаются. Здесь прекрасно в этом разбираются. А министерство образования будет заказчиком. Потому что оно будет говорить, вот нам по СНИПам нужно, значит, чтобы освещенность такая-то была, значит, вместимость такая-то была. Чтобы в кабинете химии вот это было, в кабинете географии вот это. Конкретные практические вещи. Понимаете? То есть вот об этом. Чтобы они делали заказ. А строить? Пусть строители строят. Поэтому было. И место окажется в СНИП. Еще важный момент. Планов у нас действительно много. И я думаю, что это будет правильно. То есть у нас будет открытая система. То есть здесь хватит работы на всех. То есть вот сейчас, допустим, мы начинаем ремонт по капитальным, вот фонд капитального ремонта. Я не понимаю, как вам раньше и для чего работал. То есть хвастались ко мне вот бывший руководитель, который сейчас другие ведомства, которым взаимодействуют. Вот у меня на счету 3 миллиарда. Это что, достижение? Да, вот мы собрали. У тебя достижение, когда у тебя дома отремонтированы, а не когда у тебя деньги на счету находятся. То есть мы сейчас все эти деньги запускаем в том, чтобы ремонтировались дома для людей. Ну, если, значит, в прошлый год там 50, что ли, домов отремонтировали, мы в этом году собираемся по 300 отремонтировать дома. Значит, ну, то есть и количество, оказывается, строительных организаций в Кирове не хватает. Под эту работу мы объявили о том, что мы готовы запускать. У нас заявок появилось. Значит, и окружающих субъектов Российской Федерации, и Санкт-Петербург нам заявляется, и Ленобласть. Ну, причем мы смотрим же, кто заявляет. Ну, то есть это не шараш-монтаж какой-то, а стул, компьютер, юрлицо. Это с репутацией компании, которые действительно имеют людей, имеют мощности к производству. Поэтому будем запускать сюда тех, кто хочет, умеет работать. Это 44 ФЗ тоже, да, делается? А вот как вы тогда можете оценить их, если по 44-му закону, федеральному закону они проходят, там же все-таки цена главную роль играет? Ну, правильно, этих заданий надо оформить. Это квалификация организаторов конкурса. Чтобы не родились. Все, кто рассказывает о том, что вот кто вышел, тот и победил, это в том числе говорит о квалификации задания, которое там написано. Ну, то есть там контрольные мероприятия, объемы, ну, и так далее, да. То есть по вопросам, связанным с таким, с тонкими, ну, то есть детализированные вопросы, связанные со стройкой. Зайти и ничего не делать, ну, ты попадешь в недобросовестные поставщики, и все, если ты ничего не начнешь делать. Если ты в срок не будешь делать, то с тобой расторгнуться. Ну, то есть там, ну, то есть должно быть грамота прописана, а не, понимаете, контракт, в котором написано, что ни залога нет никакого, понимаете, как вот я, ну, нашел такие некоторые, понимаете, у нас контракты годичной давности. Нет ни залога, ни ответственности, ничего. Вот человек взял деньги и может бросить в любой момент и уйти. А потом, что под конкретного написано. Вот и все. То есть вот это служба единого заказчика по госмуниципальным торгам как раз приоритетна. Да, должны быть единые правила для всех видов аналогичных работ. Вот, они должны быть неизменны, не должны быть никаких перференций по отношению к каким-то там фирмам. То есть можно завести, что хочешь, там, под конкретного заказчика. Бороться с этим будем. И, в общем, получается. 13 минут у нас еще впереди на тему строительства. Пожалуйста, Артем, до следующего вопроса. Если оценить вот эти вот планы масштабной стройки, которые планируются, тоннель под Нововятским переездом, обход Кирова, дорога асфальтированная до Лузы, часть экспертов такие высказывают сомнения, будут ли эти проекты реализованы, потому что срок реализации достаточно большой, суммы крупные заложены. И в те периоды, в будущем, может быть, не хватит денег, планы могут измениться. Кирпичный дождь может начаться. А существуют вообще такие риски? Риски всегда существуют. Мы с вами живем, понимаешь, едим, дышим. Все может быть по-разному. Но вместе с тем, смотрите, вы же свою жизнь тоже планируете. И вы же пишете, думаете себе, рисуете о том, что хотелось бы тогда-то, значит, купить машину, тогда-то получить образование, тогда-то с детьми, значит, какие-то действия, значит, туда-то поехать. Прежде чем чего-то, значит, делать, надо сначала это придумать. В чем заключается программа? Программа заключается в том, что это план чего бы хотелось. Потому что пока я этого не напишу, у тебя этого не было. Как тебе помогут, как тебе Бог поможет, если ты даже ни разу лотерейный билет не купил? Значит, по всем этим проектам, внутри этих программ, должна быть сделана документация. Потому что это как раз лотерейный билет. Вот в прошлом году, например, два аэропорта в России по разным причинам не смогли, значит, которые были в федеральной программе, ну, представить необходимые документы. И они были заменены на два других. Знаете, почему мы туда не попали? А у нас потому что даже документации по этому поводу не было. Никто об этом не думал. Поэтому нужно иметь по всем вот этим проектам, которые в стройке, в дорогах, нужна документация. А ее надо делать. Потому что, когда появляется шанс, когда появляется вдруг, а каждый год вдруг неожиданно появляется, мы должны быть готовы, чтобы первыми туда зайти и получить. Вот для чего это. Это задача профильного министерства? Профильных министерств соответствующих. То есть, вот на все вещи, которые там написаны, должны быть задания. Должны быть документации. Вот, скажем, про конкретные вещи говорили, обозначили. Я, кстати, сразу хочу пулить эфиром. То, что вы сейчас хорошо сказали обход Кирова. А вот знаем, что ходят иногда с географическим уточнением по этому поводу. Западный. Западного обхода не будет. Забыли. Спасибо, что уточнили. Забыли. Потому что он идет в никуда. То есть, он идет на новый мост, то есть, в тупик. То есть, он не решает проблему, а гора в ту сторону развивается. То есть, рано или поздно эта дорога пройдет через живые кварталы. И мы опять заведем, собственно, дорога. Ну, то есть, это незачем. Обход будет южный. Обход южный. Вот, это важно. Значит, в связи с этим мы и развиваем в ту сторону инфраструктуру. Поэтому мост через Чепцу. Вот. И у нас документация есть по этому поводу. И мы уже... У нас сейчас будет конкурс по выбору подрядчика. То есть, мы уже работаем по этому поводу. Мы сейчас объявили конкурс, и он состоялся по документации. По разработке конкурсной документации по тоннелю под Трансилом. Новоярский тоннель. Новоярский, так называемый. То есть, уже есть конкурс по этому поводу. И мы в этом году сделаем документацию, и мы за нее заплатим. И, соответственно, дальше будем ждать лимитов, выделения средств. Потому что есть по этому поводу и по тому, и по другому поручение президента Российской Федерации. Я вот об этом ответственно заявляю. И мы это рассматривали недалее, как на совещании 17-го, по-моему, до февраля, когда проводилось заседание Федерального оргкомитета 650-летия Кирова под председательством вице-премьера Чернышенко. Мы были в ситуационном центре правительства, плюс селектор со всеми министерствами, кто ходит в оргкомитет. Эта позиция была там четко обозначена. Мы до конца третьего квартала даем документацию. И Минтранс дальше решает вопрос с лимитами по началу работы. Надеюсь, что в 2024 году мы начнем работу и потом. Но в отношении этих больших строек, безусловно, на мой взгляд, уже какая-то критическая точка достигается в плане восприятия простыми жителями областного центра, потому что уж столько много лет обещают нам сделать это. Мы не обещаем. У нас есть программа, есть планы, мы по ней двигаемся. Понимаете? Ну, понятно, самый амбициозный проект, допустим, который даже... Я бы с многими людьми разговаривал, делают лицо очень удивленное. Думаю, а что, так можно было? Знаете, так можно было. Например, с историей по новогодней столице Кирова с 2024 на 2025 год будет новогодняя столица России. Знаете, я просто посмотрел, какая-то была программа, в интернете мне что-то попалось по этому поводу. Смотрю, новогодняя столица, вот Суздаль будет. Значит, я приглашаю коллегу, спрашиваю, а как? А он мне начинает рассказывать, а вы знаете, мы тут, понимаете, в общем, не вышли к каким-то местам, то есть у нас каких-то мест нет там в гостиницах, у нас там чего-то там, в общем... То есть не подходим к гостям? Объясняет, почему нельзя. Вот, я что-то послушал, что-то не убедил. Я так еще посмотрел, поговорил, позвонил, с коллегами пообщался с другими регионами. А потом съездил Мире Николаевича Чернышенко, говорит, у меня вот такая идея есть. Говорит, так подавай. Подавай. А мне же коллега сказал, что вроде как нельзя. Мы подали и выиграли. Вот и все, понимаете. Мы решили этот вопрос за месяц практически. То есть подготовка заявки. Мы хорошо подготовили грамотную заявку, подали. Все в сроке, значит, свершилось. Посмотрели и сказали, да, вот у вас самая лучшая заявка. И нам отдали эту заявку. Шесть минут у нас остается до завершения именно этой части нашей беседы. Я думаю, к спорту, да, все-таки спортивную тематику-то мы затронем, да? Да, я надеюсь, мы затронем спортивную тематику. Одну из тем, которая мне наиболее близка, Александр Валентинович. В прошлом году было несколько визитов высоких гостей на стадион «Динамо». Было много разговоров о начале реконструкции стадиона «Динамо». Приезжали представители РФС, высокие гости из «Динамо». Однако недавно в интервью я прочитал слова руководителя Федерации футбола Кировской области, что обещанного большого ремонта стадиона не будет. А сам стадион, «Динамо» на нем вообще не планирует играть, будет играть на другом стадионе. И стадион «Динамо» назвали частым. У меня, честно говоря, закрались сомнения. То есть, можете как-то прокомментировать всю эту информацию? Вы проорупасово говорите? Да. Пять минут у нас, да, напоминаю. Пять минут. Да, я попрошу коллег поговорить с ним. Я, честно говоря, не видел его, не читал, не слышал. Я вам могу показать. Да, пока что. Интервью. Да, но вместе с тем давайте разбираться сначала. Кто чего обещал? Что такое большая реконструкция? Я знаю, что коллеги, которые некоторое время руководили спортом в правительстве Кировской области, пытались продать проект, что надо туда вложить какие-то сотни миллионов рублей, для того, чтобы там чего-то заработало. Ну, это их частное мнение. Подписывал он и с кем ни о чем не договаривался на эту тему. Стадион не частный, но он и не государственный. Он общественный. Он принадлежит обществу «Динамо». То есть, это общественная собственность, общество «Динамо», которое, в общем-то, само по себе. Государство не имеет, в общем, не особенно какое-то отношение. А уж в Кировской области, я имею в виду, правительство Кировской области точно не имеет. Ну, да. И поэтому мы бюджетные средства вкладывать в чужое имущество не можем. То, что «Динамо» не собирается там играть, для меня открытие, честно скажу, где должна играть «Динамо», как не на «Динамо». И когда мы приезжали здесь в руководство как раз общества «Динамо», общероссийского, значит, мы как раз договаривались об использовании символики торговой марки «Динамо» для всех наших спортивных команд, у нас детская команда теперь будет под «Динамо» играть, не просто там школа номер такая-то, да, там, с буквами, аббревиатурами, а это будет действительно «Динамовская детская команда», мы можем символикой этой заниматься, выпускать форму, сувениры и так далее. Поэтому стадион «Динамо» будет функционировать. Значит, то, что он будет каким-то образом реновирован, это факт. И мы сейчас по этому поводу работаем с точки зрения привлечения внебюджетных средств, потому что бюджетные средства туда тратить непонятно, и незачем. Это можно внебюджетные привлечь, но там не требуется очень больших денег. Там нужно поле, там вполне приличное, значит, нужно подшаманить немножко трибуны, вот, чтобы людям комфортно было там находиться, сделать ремонт под трибунных помещений. Это не требует больших денег. Вот, поэтому я думаю, что мы это все найдем в этом году, и к юбилею будет выглядеть прилично. И я думаю, что часть мероприятий пройдет просто на стадионе «Динамо», связанном с юбилеем города Кирова. А вообще, на ваш взгляд, футбол и Киров, они совместимы? Ну, потому что у нас же есть определенное манение в участии населения, что надо развивать другие виды спорта. Вон у нас зима, большую часть года занимает лыжи, сноуборд и так далее. Знаете, здесь же история такая, каждый к своему предрасположен. Но если говорить, что футбол с чем-то совместим, не совместим, тогда, скажем, в Исландии, Норвегии вообще никого вида спорта не должно быть. Кроме лыж. Кроме лыж. Ну да, кроме лыж, да. Ну, то есть, а играешь, да, и это совершенно нормально получается. Просто смотрите, то есть, нужно всегда смотреть о чем? Первое, смотреть потребности, запросы и традиции. Если смотреть количество занимающихся. У нас количество занимающихся деток футбола много. Откровенно много. Это тысячи людей, тысячи человек. И с чем это связано? Это связано с тем, что это достаточно дешевый спорт с точки зрения нагрузки на родителей и общих затрат. Да, есть стадион. То есть, это вложился кто-то. Государство или общество спортивное. Вложились. Вот он, есть стадион. Дальше. Один тренер и 30 пацанов. То есть, зарплата. Все, пожалуйста, да. Зарплата одна, 30 человек. Форма, ну, сильно дешевле, чем хоккей, скажем, или даже лыжи. Вот я тут не знал никогда, честно говоря. 30 секунд оставить. Профессионально сколько стоит подготовить. Вот для родителей лыжники. 500 тысяч рублей. Это комплекты лыж, форма. Это для выступлений на высоком уровне, да? Это на нормальном уровне. На более-менее профессиональном. А футбол 30 тысяч. Вот вся разница. Футболка, собственно, да. Мяч и все. Комплекты. Да, комплекты. Бусы, это самое. Несколько комплектов формы. Александр Соколов, губернатор Кировской области, у нас сегодня в студии. Мы общаемся в рамках клуба редакторов «Инмедиа». Поговорили о строительстве, о подборе кадров. И впереди у нас еще большая тема образования. Но мы к ней перейдем уже чуть позже. После не очень продолжительного перерыва продолжим в 13.05. Клуб редакторов «Инмедиа».